здарова всем привет ребят я надеюсь меня видно слышно отпишитесь там в чат как я красивый некрасивый как вы меня видите как у меня слышите что я вам всем нравлюсь очень сильно вас уже так довольно таки много что бы хотелось сказать с чего бы начать я сегодня без своей прекрасной второй половинки без ольги на что есть уважительная причина она сегодня перенесла операцию с утра немножко непредвиденно но как есть главное что все хорошо она себя чувствует хорошо завтра я ее заберу из больницы но завтра она тоже мне не сможет помочь на лекции к сожалению вот но есть и хороший момент в этой ситуации я не совсем один сегодня мне будет ассистировать моя прекрасная ученица которую я безумно люблю и на самом деле больше чем собой екатерина стрелкова прошу приветствовать принципе мы с ульгой подумали так что может быть вы не заметите обмену блондинка блондинка или показывать спиной больше чтобы не подумали и сегодня мы поговорим о фокстроте сейчас я еще раз проверю как он меня там видно слышно вот красиво говорит здрасте правильно лиза правильно наружняя 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 в общем я запомню лиза я тебя запомню вот мы сегодня поговорим о фокстроте мы вчера разобрали вальс разобрали много маленьких деталек как там по вращениям по ритму поступать по перенаправлению веса и так далее и так далее и так далее сегодня в принципе мы делаем то же самое в фокстроте мы поговорим о золотой вариации я думаю что это самые прекрасные самые сложные 4 фигуры которые вообще есть шаг перо левый поворот перо финиш и три степ да в них есть просто куча нюансов о которых стоит разговаривать но так же наверное как вчера надо сказать что естественно мы все нюансы затронуть не можем это просто невозможно уместить 45 минут какие то я наверное поделюсь какими-то секретиками мы же говорим у нас называется марафон интересный бензик поделюсь какими-то такими лайфхаками интересными как вчера вальс и так же фокстроте вот давайте сначала классический вариант разберем по степеням вращения по ритму и так далее и так далее то есть я думаю что все прекрасно понимают что это танцуется в ритме слово нам сегодня еще помогает наш прекрасный менеджер Андрей которого вы все хорошо знаете Андрей может попросить чуть-чуть ниже катер вот так далее куда будет лучше вот так у нас получается шаг перо вы так далее давайте я с этой стороны на вас танцуем еще раз Я думаю, что все знают эти шаги, знают когда там снаружи, когда вовнутрь и так далее и так далее. Давайте с вами сразу начнем про степень вращения обсудить. В принципе везде три восьмых. Нет, ну в шаг и первых там одна восьмая, а в левом повороте нет, а в левом повороте и в первых финиш там три восьмых. И получается. Так что, что такое три восьмых, я вчера вам рассказывал. Еще раз смотрим, значит шаг первого это одна восьмая, раз на схематичности. Три, четыре, левый поворот начнет в диагональ, законченный по линии танца. И в первых финиш, значит по линии танца закончена диагональ и среди степ в линию. Раз, два, три, четыре. Еще раз смотрим с этой стороны. Значит одна восьмая на шаге первого, только и в левом повороте, раз, два, три, четыре. И, соответственно, здесь уже по прямой без расчета. Так вот, это вот все, что по классике, я думаю, что все это тоже присвитка. Вот так я лысый, да? Вот, вот так я лысый. Так вот, я думаю все это все знают, но мы сегодня, как я сказал, будем разговаривать о небольших секретах. Так вот, вчера в вальсе мы затрагивали такую тему, как длинная диагональ и короткая диагональ. В чем секрет? Вот, если мы в медленный вальсе правый поворот, который мы начинаем диагонально на стену, да, мы всегда выбираем длинную диагональ. Почему это происходит? Потому что у нас идет правое вращение, а двигаться нам надо влево. Сейчас внимание, обдумайте мои слова, потому что вроде звучит просто, а понять все-таки надо. Фигура правая, правый поворот это вправо, но по залу мы с вами как двигаемся по часовой стрелке или против часовой стрелки? Я думаю, что ответ очевиден мы двигаемся против часовой стрелки. Против часовой стрелки это куда? Это влево. И получается, если мы выбираем короткую диагональ, да, нас начинает энергия заносить в стену, а нам надо двигаться, получается, влево. Мы, вроде, вращаемся вправо, а двигаемся влево. В шаге первого. Ситуация наоборот. То есть у нас с вами получается так, что если мы пойдем в длинную диагональ, то есть, опять, как понять, что такое длинная диагональ, что такое короткая? Вот если я начинаю из угла сначала длинной стороны, если я выберу лицом станок не диагональный, там, в угол прямо, противоположный угол, да, а, допустим, лицом на противоположную короткую сторону, это будет длинная диагональ. Если на короткую сторону, это будет короткая диагональ, ну, потому что она просто ближе, она будет ближе. Обычным в залах бывает, что короткая сторона, она меньше, чем длинная, да, поэтому она короткая. Вот поэтому, если я стою, я надеюсь, что она будет длинная. Вот таким образом, это будет короткая диагональ. Если я остановлюсь вот таким образом, это будет длинная диагональ. Хотя и то, и другое диагональ, ты можешь сказать, что я двигаюсь длинной в центре. Но при этом это очень сильно будет влиять на сам левый поворот. Я сейчас объясню почему. Вот смотрите, если, ну, наверное, я с другой стороны стану. Вот так сюда. Вот получается так. Если я танцую на длинную диагональ, вот сейчас вот так вот, по примеру, раз, два, три, четыре, у меня получится, чтобы выйти на линию танца, вот если мы сейчас чуть-чуть еще в контакте станем, у меня довольно-таки обширное вращение получается и очень тяжело обойти партюшку, начинается зажим, ну, и мы теряем определенную вот эту вот свободу действия, есть стресс. Поэтому если мы с вами станцуем не длинные диагональ, да, вот такие вот, а вот-вот-вот, вот такие. Тогда мне гораздо проще будет партнером, чтобы обходить прямо к вам. Вот это вот, что касается просто даже начала, потому что я вижу очень часто на турнирах, партнеры, вместо того, что, может быть, пары как-то там выстрелились и так, или еще как-то, они начинают жертвовать вот этим небольшим лайфхаком, но потом начинают приобретать очень большую проблему на левом повороте, начинают зажиматься. Но! Это не значит, что нету решения этой проблемы, об этом мы чуть позже поговорим. Так вот, я, честно, я делаю прям такой секретик в момент подготовительного шага. То есть я выстрел находит, я встал с партнершей, вот я на вас сейчас толпу, вот я пригласил партнершу, мы встали, выстрелились, вот вроде я лицо сюда, да, смотри, я такой делаю подготовительный шаг, куда нам какой-то фига. И я говорю, видите, я не на вас лицо, а я больше вернулся в это лицо. Тем самым это будет для меня короткая диагональ. То есть этот вопрос еще решается в момент подготовительного шага. Чтобы сделать правильный подготовительный шаг, надо купить марафон подготовительные шаги и посмотреть, как мы делаем его там. На самом деле там мы про подготовительные шаги, это не марафон, вот была лекция, по-моему, да. Там как раз три варианта, мы там рассказывали очень подробно, как, за счет чего, почему и куда. Так вот, как только мы выбрали правильное направление, нам уже просто-напросто потом легче двигаться. Если все-таки так вышло, и жизнь заставила страдать, и я выбрал длинную диагональ, есть небольшой лайфхак, как обойти партнершу без большого стресса. Ее надо, наверное, повороте двигать. Ее надо переложить на левую сторону. На долю секунды. То есть я сейчас, ну, как мы в черном, но я надеюсь, это будет видно. Я прямо сейчас к вам поближе подойду. Пускай я буду лысым, но главное, чтобы вы тело видели. То есть смотрите, вот если маленькая степень вращения, да, если я выбрал короткую диагональ, да, мне это действие не надо, я остаюсь на правой стороне, я право-право и танцую левую сторону. Если я так получил, что у меня большая степень вращения, вот это право-право мне может, ну, тяжело быть, обходить, и плечо начинает правое лезть, и так далее, и так далее. То есть смотрите, что можно сделать. Я сейчас сначала утрированно покажу, прям очень утрированно. Прям вообще, прям, вообще очень плохо покажу, да, на самую лишнюю сторону. На левую сторону, потом обратно. Конечно, не до такой степени, да, я просто, чтобы вам было видно. Но внутри я делаю небольшое освещение, я сначала вращаю катю вокруг себя, а потом доворачиваю. То есть иди, если сейчас я просто один покажу, вот партнершу, я начинаю ее убрал, потом закрылся к ней. Тут надо понимать, когда мы партнерш перекладываем на левую сторону, левая сторона, вот смотрите, я сейчас тоже помню, да, вот правая сторона, она вот от центра до боковой линии, мы можем ее практически чуть-чуть использовать в зависимости от фигуры, то есть партнерш тут может очень много путешествовать. Левая сторона, это не то же самое, это вот максимум 2 сантиметра, вот это левая сторона. Вот сюда заведете, все, это вот уже как раз будет визуально видно, что, ну, макар на дерево, да, вот в такой позиции. Поэтому, когда я перекладываю, это максимум 2 сантиметра туда, не больше, иначе просто это будет очень сильно отражаться на вашей верхней линии, что, естественно, нам не надо. Еще раз, это лайфхак, который делается внутри пары, и его сильно не видно, сейчас я сейчас попробую его показать. Я уже не преувеличиваю, как вы делаете. 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. То есть вот это действие, сейчас еще раз я покажу его на месте. Раз и обратно. Никак не отображается на ногу. Сейчас блок своей линии нет? Да, хорошо. То есть смотри, чтоб не было вот такого. Да, сразу позиция начинает менять. То есть это внутри и обратно. На долю силы. Я думаю, что это понятно, это очень удобно, если, опять-таки, у вас большая степень вращения. Я это действие очень сильно использую, когда у меня сильное вращение, допустим, левый пивот. Вот и двойным обратным я это не использую, мне хватает права права. Но если это левый пиво, сильное какое-то вращение, если я оставляю право право, то в конце, если мы допустим начинаем, вот, 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 вот сюда можно повернуться. Чтобы это не происходило, я покажу, на доли секунды смещаю на левую сторону, сначала ее, потом себя затачиваю. Тем самым у нас и баланс есть, и мы право право стоим в конце фигуры. И еще раз, вот, не реклама, но это правда, если я просто, ну, как бы, каждую деталь буду описывать, мы, конечно же, сегодня не успеем, да, но вот это вот очень большая информация, есть как раз в онлайн-школе по вращениям на большую степь вращения, на маленькую степь вращения, на правое вращение, что делать, что делать, на левое вращение сильное, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня вот маленькая такая тексика, чтобы было не очень подробно, но что может помочь и облегчить вам обход партнерш. Так вот, какие также у нас основные плоскости, которые мы используем, так же, как вчера мы говорили, по весу, там, и так далее, да, вес, какой момент нагончик, какой момент вращения, и так далее, и так далее. Вот в фокстроте то же самое. Очень важно понимать, как мы используем свинковую плоскость, в какой момент мы идем на партнершу, в какой порт партнершу, когда мы ее приглашаем, когда, наоборот, мы ее дожидаемся, и так далее, и так далее. Вот есть очень известное упражнение, называется flying hands, да, то есть летающие руки. Там, если я сейчас один покажу, да, ну, я думаю, что многие из вас увидели в этой татуе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, вот это. И, честно говоря, я, когда мне первый раз это показали, мне показали это на шаге перо и три степи. И, в принципе, очень понятно. Да, то есть ты глинишь, ставишься подальше от этого. Левая, правая, левая и так далее, да. Для чего это вообще упражнение сделать? Чтобы идущая сторона показывала. Что нам сторона помогает нам, как получается, flying hands, летящая рука, нам помогает выводить правильную сторону вперед. У нас появляется вот эта вот свобода движения. И очень классно, очень прикольно, очень так начинаешь чувствовать тело, как работает и так далее. Не только ноги какого-то еще тело. Но, когда мне попросили связывать это на basic, я такой сказал, да, конечно, мне что-то там показали. Я говорю, да, да, прикольно. Потом начал отрабатывать сам. И один момент я вообще не вкурил. Вообще не вкурил по полу. То есть я такой иду, шаг первый. Вот, и что я сейчас отсюда. Шаг первый, все понятно. Так, получается меня формат. Здесь, с первой стороны, то и тело. Дальше, такой, правая сторона на левом повороте. Вот я пришел сюда. И так, я не понимаю, что делать. То есть, по идее, у меня здесь должна быть ведущая левом поворот. То есть, если с места сделать первый финиш, я должен начать вот с этой позиции. И вот у меня ведущая левом поворот. Вот у меня с ним к левой стороне. А я дальше попаду. То есть, так же будет. То есть, у меня, получается, левая сторона, она очень такая, ну, ограниченная. Ей вроде как работать надо по идее, чтобы туда запустить. А она уже практически все сделала. То есть, вот такое действие. Не отсюда, а вот отсюда. Потому что левый поворот, как я заканчиваю, если я остановлю? Левый поворот, правый поворот. Вот мой самолет. И дальше, получается, крыло обрублено. Вот где вот эта часть. И я вообще не понимал, что делать. Потом я понял. И это поменяло тоже все удобство в моем физике. Потому что что у меня получалось, когда я использовал вот такое действие. Я всегда чувствую, что в конце левого поворота я падаю назад. И Ольга всегда на меня жаловалась, что я ее утащу. Хотя я пытаюсь сделать упражнение, которое мне давало. Потом я понял, что я упражнение не так делаю. То есть, что получалось? Пришел, прикрышла, 3-4-4-5-10, хорошо обошел. И здесь ее к левому поворотику тащил. Вот чтобы этого не было, смотри, что надо сделать. Сейчас я, я не знаю, как его расширить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И тогда вот отсюда у меня идет вот это действие. То есть, я сейчас вот такое действие сделал. Сейчас я расскажу, что это вообще такое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, стоп. Вот в этот момент, когда я ухожу партнершу, мне надо поменять центр и создать вращение вправо. Тем самым я отвечаю на ноге. То есть, я полностью баланс. И левая сторона у меня впереди, которая готова для свингового действия следующей фигуры. Если я этого не сделал, я чувствую, что я просто падаю назад. Так вот, в какой момент это происходит? Я партнершу закапываю первым центром на каблучный поворот. На каблучный поворот. Я ее обхожу. И вот в момент обхода, если я оставлю свое тело в этом положении, вот проблема и пришла. Поэтому, когда я умею шаг меньше, у меня два шага, у меня как обычно. Я в этот момент меняю свой центр, чтобы остаться к ней телом. И оставляю вперед активную левую сторону. Потом работает назад нога. Вот как только я это научился делать, офигенно. Я перестал свою партнершу стаскивать ногу. То есть я сейчас покажу себе терины. Сразу левую поворот. Раз, два. И вот тут, в этот момент, я пытаюсь быть над ней, чтобы четко она была на ногах в момент своего каблучного поворота. Потому что у меня же дополнительных шагов нет. Если я сделаю левую сторону назад, я начинаю ее сваливать в эту сторону. Я просто начинаю тащить, а она уходит у меня из рук. Получается, там очень много действий, которые будут здесь. Раз, три. И вот я ее поддерживаю назад. И потом только призываю. Вот как только я научился это делать, офигенно. Сразу же Ольга стала чувствовать баланс в своем каблучном. и все классно, но возникла другая проблема. Я даже разогнаться не могу. То есть я спереди. И как бы вот я спереди. И как бы тяжело уже куда двигаться. И я понял, что на счет четыре, я как раз уже должен делать весом головы. То есть получается, пошел под нее, над ней. Если продолжить над ней, потом не готово следующее движение. Получается очень тяжелое. Да, поэтому очень важно. Под нее, над ней. И на четыре, вот выше нога. Вот как только начинает выходить левая нога назад, я уже начинаю двигать свой затылок тоже назад, чтобы поставить себя на ногу. В плечах. Чтобы у меня плечи и бедра были в одной линии. Не в плане вращения, а вращение всего вверх, на передней. А именно в силеновой плоскости. Да, потому что если, это как, была одна проблема падла назад, возникла другая проблема над поддержкой, я не могу двигаться назад. Поэтому тут, в этом первом пороге, там столько изменений. Это вообще для меня одна из таких любимых фигур, потому что в ней всегда много всего, чего надо делать. Да? То есть еще раз показываю. Раз, два, три. Четыре. И на четыре стопа-голова. Четыре. Тогда я над надруг. И я готов для следующего действия. Вот это вот очень важный, очень важный момент. Да? Сейчас мы себе стерлину и вот покажем. А может, мы другим ракушем покажем? Вот отсюда вообще лучше. То есть, смотрите, в первом варианте, если я валю в ракушу, двигаюсь активно, но не даю ей нормально сделать нагрузку. Раз, два, три, четыре, раз. Получается, я ее ташу. Если я сделаю второй вариант, поменяю цепь, но не приглашу двигаться, получается, клапан здесь, и вот здесь тяжело. Я начинаю ее под себя засасывать, и потом вылезти тяжело на первый фигур. Раз, три, четыре, два, три, четыре. Тогда у нас ощущение, что это будет партнер, все нормально, без проблем. Все нормально. Чтобы это было все нормально, без проблем, вот надо делать дофига вот таких вот вещей. Я думаю, что вот это очень такой ключевой и важный момент для связки шаг перо левых ворот. Следующий момент. Задайте каждый себе вопрос, в какой момент, на какой счет вы начинаете, вращаться вправо? Вот я специально сейчас возьму паузу, чтобы вы подумали, на какой счет у нас начинается вращение вправо? И на какой счет начинается вращение влево на левом повороте? При Дуганове ответы кто-то говорит на раз, вправо начинает, кто-то говорит на два, вправо, в левом повороте кто-то говорит на раз, кто-то говорит на два. Правильный ответ. Восемь в шаге перо, четыре в левом повороте. Что я имею в виду? То есть, если я стою на восклицовке, я делаю пугадедный шаг, у меня правая сторона ведущая вперед. Я не могу оставаться так же. И потом только решать это вращение. У нас должна быть всегда правильная последовательность. Свинг, потом поворот, потом свинг. Свинг, поворот, свинг. Не свинг, свинг, поворот. Или поворот, свинг, свинг или как-то еще. Именно в такой последовательности это в 99% случаев всех веков, что в большинстве. Так вот, на повторительном шаге я решаю, пойду ли я, над партнершей или под партнершей. Да? Окей. Тут можно разобраться по аналогии с Васей. Ладно. Дальше. Если я сделаю счет восемь, и еще не начну вращение своей левой стороны вокруг партнерши, в этот момент я ее начинаю уже сюда перетаскивать, и мне тяжело двигаться, она меня блокирует. Поэтому очень важно понимание того, что как только моя левая нога идет вперед, моя левая сторона уже двигается во вращении. Это не значит сделать все вращение сразу. Но оно начинает. Семь, восемь, раз, два, три, четыре. Что касается продолжения вращения, вот тут есть вариант. Если я беру, то, наверное, я возьму две федерации WDC и WDC. И там этапные красные танцы. И ужасные и прекрасные одновременно. Есть и хорошие, и плохие пары. И можно обсуждать все, что угодно. Вот если я говорю WDC, они начинают делать вот это CBM вращение в начале фигуры. То есть сначала создается форма, создается форма, и потом мы ее держим на протяжении шагов. То же самое в левом повороте, если я закручиваю. Три, четыре. Создается форма, и потом движение. Форма, потом движение. То есть если я сейчас, наверное, так называть. Отсюда уже. Я себя потерял. Ну, я себя ношу. Получается есть пять, шесть, семь. Смена, движение. Смена, движение. Смена, движение. Смена, движение. Смена, движение. Сейчас давайте на вас то же самое скажем. Это будет ангеликозно видно, да? И пять, шесть. Создание формы. Смена, движение. Создание формы. Смена, движение. Создание формы. Смена, движение. И это очень логично, это очень понятно. Сейчас я вам покажу почему. Мне для этого нужен стул. Сейчас я возьму стул. Есть такое понятие как центр вращения. Двинусь вперед, вращаюсь вправо. Центр вращения вправо. Вот так неудобно ходить. Двинусь назад, центр вращения слева. Если я вращаюсь влево и двигаюсь вперед, центр вращения слева. Если я двигаюсь назад, он справа. То есть если я танцую шапки вращения вправо, то мой центр вращения вправо. Вот так неудобно ходить. То есть я трону, почувствуясь, что мой центр вращения вправо. Действие в том, что WC принято. Вот когда мы начали, мы там и закончили это действие. Практически сразу. WC мы делаем как late-cb. То есть что получается? Мы начинаем в этот же момент, но заканчиваем позже. Поэтому получается чуть-чуть дольше действие. Это также связано с объемом и взаимодействием внутри формы. То есть потому что общий центр тяжелее. Это вот опять, я сейчас в это управляться не буду. Это вот опять у нас там в онлайн-школе. Вот модуль по позиции. Почему произошла эволюция позиции, за счет чего. Как это все поменялось и так далее. Мы так сильно заморочили, что вообще нашли первого чемпиона мира по стандарту. В 1920 году я его позицию. Так вот. И вот сравнили с позицией. Тогда и сейчас и через года показали, как меняется позиция. К чему это привело и так далее. Есть плюс, есть минус. Это сегодня будем обсуждать. Просто из-за того, что WC чуть-чуть сильнее общий центр. И из-за того, что больше объем. Получается, что нам необходимо делать свои цели. Это отдельная тема. Еще раз в себя наблюдаться не будет. Так вот. Проблема многих пар, что я вижу, что они делают дэкси-гленту, но они начинают очень быстро. Дэкси-гленту означает, типа, понял себе. Но начало, оно должно быть все равно. В тот же самый момент, как нам указывают правила скрута. Поэтому многие пары, которые я вижу, типа, через ленту, машут вот эту ленту рукой, они вот здесь уже не правы. Потому что ключом не над ногой. Поэтому очень важно, все равно, вот у нас, допустим, начинается вращение. Восемь. И вот здесь уже плечо начинает активировать смену. Это не значит сразу все сделать. Но начало смены, оно здесь. Дальше, конец смены. Это уже, если говорить про плейкси-глент, он в конце шага. Вот. Для чего это надо? Это очень важно для того, чтобы почувствовать, во-первых, в конце первого шага вес своего правого плеча правой ноге. И для чего это? Чтобы высвободить свинг своей левой стороной. Потому что не просто так вот это вот ходили делать. Да? Если я пойду слишком долго правой стороной, я могу левую сколько угодно свинговать, но меня правая блокирует. То есть в этот момент я должен почувствовать, как у меня правая сторона помогает выйти вперед левой стороной. Так же и на левом повороте я думаю почувствовать, как выдох на дыхание обсердно обсердно. Да? И левой стороной помогает свинку правой стороне. Поэтому, очень важно, если я сейчас, ребят, на вас, я буду шагировать. Вот мне делать таким вот, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре. И вот начинает сразу вот эта болтанка переваливание. Очень важно все равно начать вращение на бусы. Начать смену наклона, тоже вовремя. Начать немного чуть дольше ходов. Тогда оно получается вот туда вот заполнено, и каждый из нас баланс. А также и левый поворот, если я на вас танцую, станцую. Если я иду не только три-четыре. Три-четыре левый поворот. Если я пойду слишком сильно сюда, меня начинает выносить. Да? Поэтому я думаю вращение влево начинать в конце счета четыре. То есть вот это три не продолжать четыре, а три и уже идёт к нейтралочке. Четыре. А нейтралочка это уже получается и справа влево. Соответственно это левый поворот. И продолжение сюда. Тогда у вас получится очень мягкое соединение между фигурами. Чуть-чуть подальше. Раз, два, три. Раз, три. Здесь тоже самое. Не вот сюда я это ощущаю как-то. Да? И тогда очень тяжело со мной танцевать. То есть я уже начинаю. Как только каблучок левой стопы опускается в конце левую порогу, я уже начинаю меняться. Ну, вот плечной стопы начинаю. Не меняю сразу полностью, а начинаю. И так же естественно три степа. По аналогии. Я думаю это... Тебе понятно? Все понятно же объясню, да? Вам понятно? Ну если не понятно, ну пересмотрите. Так вот, двигаемся дальше. Чего у меня было дальше? Сейчас я вспомню. Время. Мало! Но я успел. Так. Так. По поводу спусков-подъемов. Мы с вами тоже вчера разговаривали. Медленный варс, в зависимости от музыки, туда-сюда. То есть, если это медленная музыка, вы держите больше два-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Три. 1, 2, 3, то есть в момент сбора ног мы еще на максимальной высоте, как вы помните, 2, и потом вниз 3. Если это быстрая музыка, не дай бог 31 ударный укроп включен какой-нибудь, или даже 30, мы потом не успеем. Соответственно, мы начинаем опускаться вниз в момент сбора ног. То есть, получается, максимальная точка подъема это центр баллос и уже вниз 3. 1, 2, 3, чтобы успеть продавить следующую фигуру колен. В экстроде, в принципе, я использую очень похожие действия. Что бы хотелось видеть, чтобы все эти связки между 4 раз или одной фигурой другой, соответственно, если это шаг 1, 2, 3, 4, 5, если это левый поворот, это 8 раз с первых финишем, если первых финиш с 3 степа, это тоже 4 раз, они были мягче. Что для этого надо делать? Опускаться чуть-чуть раньше. То есть, если я... Да, вот эти вот, вот эти вот. Вот эти вот, да. Если я танцевал, 1, 2, 3, вот в книжке как написано? Медленные пальцы. Подъем в конце еще раз, нет, неправильно говорю, в руку. Начало подъема в конце счета раз. Если есть слово начало подъема, значит, есть слово продолжение. Начало подъема в конце счета раз. Продолжение подъема на счет два. Движение в конце. То есть, эта информация нам говорит о том, что у нас продолжающийся туда подъем. В бокс-троге в книжке написано подъем в конце счета раз. 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 И потом наверху-верху. То есть, в принципе, если танцевать по куче, то готовить так. Очень схематично. Раз, два, три, четыре. Вот так. Понятное дело, что мы сейчас никто это не танцует. Все равно все стараются делать этот продолжающийся подъем. Плюс еще есть Body Rise. Вот эту длину Continuous Whale очень сильно используется. Опять, что такое Continuous Whale, это вам в онлайн школу. Там тоже в протоколе все описано. Но сегодня мы именно по спускам подъема делимся. И соответственно, что я вижу. Когда многие пары выходят вот это вот три, еще четыре тянут. Они офигенные в этот момент. Фигня в том, что следующий шаг не офигенный. Получается плюк и сразу наверх. Вот это тук-тук. И вот этого мягкого, как по маслу, вот этого не хватает. Вот это соединение между фигурой и фигурой. В этот момент, чтобы я посоветовал, на счет четыре я уже начинаю снижение. То есть, что происходит по ногам? Раз, два, три. Вот в этот момент я начинаю взлетать. Опять, очень важно не выпрямлять левое колено. Почему? Как только вы выпрямите левое колено, это сразу отображается в вашем ноге. По-немому. По-немому, чем на фон вправо, да? Поэтому мое левое колено, оно всегда полумягкое. Я не говорю прямо внизу. Я для себя разработал такое понимание, что мягкое колено длинное штанино. Вот вы видите на нем, что колено у меня, не колено, а штанино длинное. Но внутри, сейчас я покажу вам свои страшные ноги. Вот у штанино колено. Что, значит, щит лоцом? Да? Да. У меня зрение плохое. Но при этом штанино длинное. Вот так, конечно, не хочется действовать. Но никогда колено до конца не выкрепляется. Как мне тоже, когда это Ильи Маркусу Хилтону сказал, он говорит, слушай, классная идея. Я чувствую так, что я никогда не касаюсь своими ногами заднюю поверхность штани. То есть, в принципе, если сейчас у кого-то штаны есть, но опять-таки не колпотки, да, это все-таки не подойдет, а какие-то танцевальные штаны. То есть, если взять пункцию выпрямить ноги, выключить волатинские, я начинаю чувствовать заднюю поверхность штанина. Если сделать чуть-чуть мягкие ноги, чтобы не потерять структуру штанина, то я начинаю чувствовать переднюю часть штанина. Так вот, в этот момент я как раз чувствую переднюю часть штанина, но при этом она длинная. На счет три. Дальше. Я начинаю доводить свой вес, и вот в этот момент что я чувствую? что мое левое колено начинает удлинять мою правую стопу. Я сейчас очень утрированно показываю, чтобы было видно. Конечно, я не до такой степени делаю. Давайте я отсюда говорю. Раз, два, три. Дальше. Три. Четыре. Раз, два. Сейчас даю коры. Раз, два, три. Четыре. Раз, два. Получается, у меня нога чуть-чуть как будто меня еще отталкивает. Тем самым получается этот мягкий спуск переход на следующую фигуру. Первый. Раз, два, три. И вот это вот четыре. Я сейчас покажу два варианта. Давай. Вместе. Первый вариант я буду... Не, не, не. Четвертый вариант я буду танцевать, чтобы увидеть как будто один на каждой фигуре без смазки между фигурами. Без маски. Ну давайте хорошо. Получается. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. То есть давайте сразу на ногу. Пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я в этом момент не могу себя чувствовать, как в движении, а в строчке. Очень важно, чтобы было постоянное движение. Это постоянное движение создаётся небольшим действием коленочки на счет три, которые выводят свободную стопу вперед. Сейчас постараемся назад. Еще раз, не судите на строго, здесь вообще резина. Это не паркет, это резина для хореографии чуть-чуть нестязи. Получается, пять, шесть, семь, восемь, два, три, четыре, пять, шесть, семь, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Сразу ли я чувствую себя более прижисто в паркетах, сейчас на вас покажу. Андрюха, справимся? Андрюха сказал, мы красавцы. и пяжести равновичь пяжести равновичь пяже оно сразу мягче становится по ощущениям и нет момента вот этой остановки и последнее у меня есть совсем чуть-чуть времени, ребят я бы хотел затронуть, наверное, самую сложную тему из всего, что я сказал да нет, они все сложные потому что на самом деле тем выше крыши вот задуматься на ту тему что шаг вот нет вот так вращение и направление движения веса это не одно и то же я могу вращаться вправо, а двигаться влево могу вращаться влево, а двигаться вправо то есть если сейчас я станцию на вас мы все как раз знаем, что шаг пюро это вправо но мой вес будет двигаться влево что это значит что я делаю у многих пар они вращаются вправо и свой вес двигаются вправо вот единственное я хочу спросить сейчас сразу нашего администратора они видят меня так же как есть на камере у меня как вот я пока, смотрите, вправо а на камере вижу, что я пока дубли потому что реверс идет небольшой у них там нет такого да? потому что мы фронтальный камер снимаем видать у вас нормально, а я себе вижу наоборот ты уже столкнул, да? оп я себя вижу наоборот те, кто не первый раз на лекции у нас а вы это уже от нас слышали это всегда очень тяжело нам в первую очередь мне сейчас показывают как я вижу на лекции ну там короче я нормально так вот шаг вперед мы загрузились вращение вправо надпло вправо и наш вес тоже несет нас вправо левый колорога левый колорога и так далее мы начинаем быть вот таким небольшим неваляшем вот смотрите, что для меня одно из самых важных моментов у меня внутри стопы внутри стопы у меня все полный операцию а вообще в стопе у нас пять точек у нас есть каблук, центр стопы, носок внутренняя часть и внешняя часть то есть я могу свой вес двигать стопу на носок перекатывая первая, вторая, третья точка каблук, центр стопы, носок вот это вот так кресло-качок а есть еще внешне и внутренне я не передвигаюсь я не делаю никаких шагов но такой зубий апокалипсис присутствует я двигаюсь и вот очень важно понимание того как мы используем именно четвертую и пятую точку не только в первую, вторую, третью как мы перекатываем свой вес для движения вперед на щеку очень важно понимание того где я чувствую внешнюю часть где я чувствую внутреннюю то есть если что я вижу у многих пар они вращаются вправо и у них получается справа стопа начинает идти на внешнюю часть левая на внутреннюю и вот туда корабль потяну чтобы я к этому видел я сейчас покажу я вращаюсь вправо но свой вес я двигаю влево левый порог я вращаюсь влево но свой вес я двигаю вправо вот дальше первый финиш там совпадает вращаюсь влево а три степ я вращаюсь влево ну вот двигаюсь я влево и вот сейчас мы для вас танцуем вариант когда я постараюсь весом двигаться за своим вращением за направлением своего вращения а второй вариант я как раз постараюсь вращаться в одну сторону а двигаться в другую то есть шаг в первую еще раз вращение вправо но движение влево сейчас я сделаю вправо вправо вес и вращение получается 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 еще раз на вас этот же вариант я не стараюсь делать плохо но мне кажется сейчас очень похоже на то что я резну пудр и ноги падают получается такая неваляшка 5 7 1 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 2 3 5 1 2 3 5 6 7 1 6 6 7 7 7 8 9 10 9 10 11 12 12 13 8 6 9 11 3 30 13 13 14 15 15 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 Я, наверное, еще разу еще одна вас. Пять, семь, раз, два, цветы. Раз, два, пол, цветок. Здесь слева, лево. Здесь слева, оп, отверстие. Раз, два. То есть я, получается, в другую сторону, чем я растянется. Андрей, видно было? Андрюха, но доволен. Босс доволен, я доволен. Я думаю, что на этом все. То есть у нас такой был прям экспресс. Я никогда в жизни на лекции так много не говорил, потому что я сегодня был без Ольги. Она обычно меня всегда перепевает, составляет себе петь копеек. А тут вот идеальный партнерш Екатерина, которая мне сегодня помогла. Катя, спасибо большое. Пожалуйста, бурный аплодисмент. У нас, к сожалению, нету как в дешевых американских фильмах вот этой. Но я думаю, что вы там со своими экранами нам хлопаете. Катечка, еще раз спасибо. Она просто the best. Пару, все. Мы Катечку отпустим, да? А я весь ваш, весь во внимании, попью водичку и начинаю. Так, ребятки, только я сегодня сильно задержаться не смогу, как вчера мы пытались там на все вопросы. Мне надо ехать к Ольге. Я думаю, вы меня поймете. Я сразу хочу, чтобы никто... Вот так я сделал. Чтобы никто сильно не волновался. Это была операция. Там убирали, удаляли кисту. У нее была в голове. Проблема с гаймеровой пазухой. Ей было уже в последнее время больно летать. И врачи уже сказали, что надо срочно делать. Честно, страшно, безумно. Хотя говорят, да, это все фигня. Но когда первый раз в жизни, я вот сегодня отвез ее в 7.30 утра в больницу и просто мне кошмарило весь день, пока она мне в 2.30 не написала, что все, она отошла от наркоза, все нормально. Вот, поэтому вы меня простите, но сегодня вот такой вот день. Я думаю, все мы люди и главное в жизни это здоровье. Итак, я готов. Вопрос про третий шаг feather step. Первый шаг slow. Раз, два, второй шаг quick. Третий шаг quick 4. Часто мы видим, что приход на 3 шаг происходит не совсем на счет 4, а почти на 5. То есть будет delay. Наверное, это отличается от учения. Можно прокомментировать эту ситуацию, указать вблизи положение стопы на шаге и как делать последующие шаги feather step, если применять этот delay. Спасибо Наталье. Наталья, офигительный вопрос. Вот еще раз, у меня не хватило просто времени тоже этот момент затронуть, но здорово, что вы задали этот вопрос прям по теме, прям классно. Вот смотрите, я очень часто говорю своим ученикам, что одни и те же фигуры иногда исполняются абсолютно механически и технически по-разному в зависимости от предыдущей фигуры, последующей фигуры, ритма и степени вращения. То есть вот по поводу степени вращения вы уже могли сегодня слышать, что вот левый поворот или если левый пивод большая степень вращения, механик уже немножко меняется в взаимодействии. Если, допустим, я выхожу в променад после правого вращения, там какой-нибудь turning lock, закон как я остановил базу, то есть стопы остановились, вверх докручивается. Если я выхожу из outside change променад, то есть это левое вращение, если я сделаю то же самое, остановлю стопу и поверну вверх, у меня вылезет плечо. Соответственно, там механика абсолютно меняется, там наоборот, у нас останавливается вверх и вращается вниз, чтобы быть партнершей. Вверх мой низ как раз вращает левое вращение. Относительно ритма то же самое. Вот смотрите, если следующая фигура после шага перо, у меня идет, вот как сейчас, левый поворот, у нас как получается, slow quick, 1, 2, 3, 4. И следующий шаг у меня тоже slow, левый поворот, первый шаг это slow. Каблучная девочка делает на quick, то есть это вообще на счет 7, не на 6, то что многие девочки делают, это неправильно. Сам каблучный поворот получается на счет 7. Так вот, вот кто-то из тренеров, вот допустим, просто возьмем сначала ваши вопросы. Первый шаг slow, раз-два. А что вы делаете на раз, а что вы делаете на два? Вот я от кого-то слышал, что на раз мы дали, на два идем. То есть вот такой вариант. Андрюш, можешь мне чуть-чуть с камерой помочь, чтобы видно? Ага, вот кто-то говорит так, если я сейчас здесь стану. Кто-то говорит так, раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре, раз. То есть на раз мы ждем, на два идем. Как штанга, знаете, кто-то говорит раз-два, а кто-то говорит раз-два. Значит, дальше в актронде говорит кто-то, не-не-не, на раз наступил, на два идем. Получается раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре, раз-два. Кто-то говорит начал на раз, закончил на два. Вот это мне больше всего нравится. Раз-два-три-четыре-раз-два. Да, то есть более постепенно. И у нас что происходит? Что раз у меня следующая фигура слом, я могу, еще раз, на высоком уровне, если это юниор-один так делают, я, наверное, могу считать, что это не будет. Но на высоком уровне мы, конечно, можем кайфануть и задержать до целого счета. То есть вот как правильно, если в вальсе вы сравните вчера, мы говорили о том, что мы делаем три-раз. То есть я на счет три, я опаздывал на подсчет. Я на три запускал вес. Три-раз. Да? То есть я запоздал на пол шага. То в фокстроте иногда мы можем опоздать на целый шаг. Здесь следующая фигура слома. То есть получается раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь. Если же у меня следующая фигура в голове, или какая-то фигура, при которой ритм не слом начинает с первого шага, а квик-квик-квик-квик, тогда я не могу себе этого позволить. Если я сделаю в таком же режиме шаг впервые, раз-два-три-четыре-пять-шесть, шесть в половине, все, out of time. То есть мы сразу же теряем музыку. Поэтому тут зависит от того, какая стоящая фигура. При этом, кстати, тоже хочется обратить внимание, если вы пересмотрите, вот то, что я вчера говорил, видео с чемпионата России, последнего, когда была презентация фокстрота, там не совсем фокстрот, потому что была, окей, мелодия фокстрота, песня известная фокстрота, но ритм был румным. То есть было 25 тактов в минуту, а румным 24, а фокстрот 28 считается медленно, иногда 29, иногда бывает аж 30, а тут аж 25. То есть это очень медленно фокстрот. И вот смотрите, что по весу происходит. Если у меня быстрая мелодия, я становлюсь весом чуть-чуть, вы понимаете, что выглядит так? Раз, два, вот на три, если быстрая мелодия, мне надо побыстрее под динамику, я ее ставлю сразу под корпус. Три, четыре. То есть если у меня какая-то там быстрая связка, после шана перо, я не могу затянуть и так далее, я ноги ставлю больше под свой вес. Получается? Раз, два, три, четыре фокстрот. То есть я сразу же уже направлю вперед внутри своего ботинка, я не могу затянуть. Если же у меня игроки, извиняюсь, в румбо, как у ребят, по чтению России, я вот кому из учеников успел подбежать сказать, кому это очень сильно помогло. Надо танцевать slow-slow. В теле вообще делают как quick-quick, а потом slow. И танцевать дольше в центр баланса на счет три. То есть тогда получается на счет три я ставлю ногу в будущее. Раз, два, вот это вот три, вот таким вот. Не под вес, тогда я сразу идти вперед. Так уж, в динамике будет все. А получается я немного постараюсь. Три, четыре, раз, два. Сейчас я тебе без стола постараюсь, я думаю, это будет видно. Пять, четыре, семь, восемь, раз, два, три, четыре, раз, два. Да? Я думаю, из-за этого, получается, я только и задержался, но в том же самом вес не останавливаю. Чтобы не было водороса. Раз, два, три. И ты падаешь. Не можешь удержать музыку, а музыка медленная. Или наоборот. Музыка быстрая, а вы просто вот такие вот. Раз, два, три. И не успеваете. Поэтому тут очень важно, как вы управляете весом внутри ботиночка. Я думаю, я довольно-таки широко ответил на этот вопрос. Так, как сделать шаг-бирог более динамичным и в продвижении? О, только что сказал. То есть тут опять распределение веса. И надо понимание того, вот шире еще становится, то, что я объяснял вот с Катей только что, по поводу того, как ножку на счет четыре у нас удлиняет опорная коленочка. Не переборщить, чтобы, это опять внутренний такой нюанс, его не надо всем показывать. Это знаете, как, что такое фокус? Magic. Не фокус в плане, вот я сейчас на вас сфокусирован, а фокус. Когда приходите, смотрите, как маг, чародей, обманщик, достает кролика из шляпы. Вы видите эффект. Вау, круто! Но вы же не знаете, как кролик в этой шляпе оказался. Вы видите просто конечный продукт. Вот так же тут. Вот эти все действия, они настолько, их надо чуть-чуть скрывать. Все должны видеть конечный продукт, но никто не, не надо себе показывать, смотрите, я тут отпускаюсь в коленочку. Это лайфхаки такие. Так, дальше. Спасибо, Катя. Да, тоже я очень благодарен. Завтра у нас будет другая девушка, не менее хорошая. Мне, кстати, в этом вообще повезло. Ольга, моя прекрасная, делает прекрасных партнершей. Я считаю, что у нас партнерша лучше, чем партнеры. Я не дотягиваю в своей работе. Ольга, скорее всего, на выздоровление. Да, ребята, правда, спасибо большое. Я так помню, что просто надо восстановиться недельку, а то и две, но все хорошо, что хорошо. Но она мне, кстати, не отвечает, я ей пишу тоже, но не отвечает. Может быть, спит. За счет чего второй шаг кажется таким долгим? Когда, ребята, прикиньте, я, получается, в первом вопросе ответил сразу на все. Вот он поэтому и кажется такой долгий, смотря куда Вы вес, как Вы вес распределяете, да? Либо в будущем Вы ножку ставите, и ДО kör в центр Krisas проходит, тогда можно Message T inic. Это очень важно. Скорейшей реабилитации. Как распределите вес Cd. Но тут опять, какой ритм인지 казн y est. И задалим. Но все пишут у одочки, скорейшего здоровья. Да. Ребятки, я надеюсь, если я вас не утомил, я сильно тарабанил. Андрей говорит, что нормально. У меня было ощущение, что мне просто шприц так вставили всю энергию. Я сегодня с 7.30 я не спал, то есть у меня был план такой, что я в 7.30 отвожу волечку к 7.30, мы встали там в 6, отвожу ее и еду домой, типа немножко посплю, и потом приезжаю в зал в 12 работать. Но я просто спать не мог, то есть меня колбасило, я так не заснула, она, естественно, пошла всю операцию, и сказала, что меня повели в 9. И вот я все, я не могу спать, меня колбасит. Приехала на работу, должен начинать в 12 пар работать, не могу вообще работать, потому что я только об одном думал, как там она, чего, и в итоге в 2.27 она мне написала, что все, она только что пришла в себя, все нормально, все, я сразу стал работать, нормально меня отпустил, потому что я просто 3 пары отменил, потому что я просто не могу. Вот поэтому, конечно, я так немножко на адреналине сегодня, сейчас у меня уже глазки так, и я надеюсь, что сейчас я с вами закончу и побыстрее я с ней свяжусь. Вот. Дима, спасибо огромное, все супер. Ребят, спасибо. Спасибо, Анастасия, спасибо. Какие книги вы посоветуете для учения? Ох, ну много, много есть каких книг. Вы знаете, еще раз, вот сейчас вот не подумайте, что это реклама или чего-то, многие, кто прошли уже онлайн-школу, они знают. У нас онлайн-школа это, в принципе, неудавшаяся книга. То есть мы хотели, когда закончим танцевать, написать книгу, как из лузера стать чемпионом. И вот когда вот сейчас вот Андрей, мой, так сказать, босс нашей онлайн-школы пришел с каким-то таким предложением, во время там пандемии, мы сначала как-то так очень негативно на это все реагировали онлайн-онлайн. Но потом поняли, что это наш шанс просто на самом деле рассказать в этой онлайн-школе как раз свою историю. Как из лузера стать чемпионом, что нам помогало. Помогало, и главное, это система, систематизированные знания, которые мы вот честно хватали просто отовсюду какие-то знания, системы не было и не понимали, что делать. Когда тебе один говорит, вот как я вам сегодня рассказал. Шаг 1, 1,8. Ну блин, она настолько разная, это 1,8. Кто-то говорит там, нет, вообще не вращайся, только там, fly hands. Кто-то говорит там, как люди говорили, да ты что, вообще вращайся по полу. Кто-то говорит, да это все фигня, главное, same speed, same level. А потом тебя добивает кто-нибудь, который говорит, нет, на раз надо наступить к шагу 1, если на раз не наступил, ты идиот. И вот ты просто с этой информацией не знаешь, что делать. Потом с возрастом я понял, что чего? С опытом, когда уже была своя система, мы как раз в нашей школе постарались объединить многие такие моменты, которые многие танцоры просто не понимают, потому что они слышат по-разному, и все вроде классно, а как это в пазлсово не получалось. И что мне было приятно очень после этих двух потоков, что многие ребята писали, что блин, это настолько сразу облегчило жизнь, что они перестали ездить, они сраться просто на тренировках, потому что они хотя бы об одном думают, они понимают, что делать. Вот так вот так. Ребят, еще раз всем большое спасибо, сейчас, через час после окончания лекции выйдет уже запись для тех, кто еще не успел или для тех, кто еще услышал. Смотрите, ну и причем еще что делать в домашнем задании. Всем спасибо, всем пока, всем целую, обнимаю, и спасибо большое за пожелание Олечке, ей передам, я уверен, что ей поможет это восстановиться быстрее. просто от меня, как от мужчины, большое вам всем спасибо и за понимание в том числе. Всем пока, ну и Кать, как супер. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра.